Как это и было в принципе ожидаемо, второе чтение главного финансового документа стало лишь чуть менее жарким и долгим, чем чтение первое. Вновь споры вокруг профицита, плюс прозвучали сомнения в планах на доходы и предложения подождать, когда будет принят федеральный бюджет. В ответ аргументы, вынесенные на сессию вариант закона, самые оптимальные в сложившейся ситуации. Вливание из казны страны можно учесть и позже, а не принимать документ сейчас значит задержать финансирование, в том числе и социальных направлений. В результате 23 за, 10 против. В целом основные статьи бюджета на 2016 год останутся в ранее обозначенных рамках. Бюджет принят с доходами 50 миллиардов рублей, это на 7 миллиардов рублей больше бюджета текущего года. Мы определим бюджет с профицитом в объеме 4 миллиарда рублей и эти деньги пойдут на погашение долга. Это условие, по которому нам выделяется министерством финансов субсидии, для того, чтобы мы могли перекредитоваться в коммерческие банки. Дисциплина в вопросе погашения госдолга дает плоды. Известно, что федерация планирует направить в область еще почти 3,5 миллиарда бюджетных займов. Обслуживание кредитов станет дешевле, а значит высвободятся и дополнительные средства на важные сферы. На поправки в расходную часть сегодня все же были внесены. В основном это перераспределение средств внутри этой статьи. На сегодняшний день учтено, перераспределено 200 миллионов рублей, это достаточно большая цифра. Достраиваются объекты с высокой степенью готовности, направляются средства на решение злободневных проблем. Например, 20 миллионов рублей на соматическое отделение Вологодской областной больницы номер 2. Дополнительно увеличиваются, существенно увеличены субвенции на выполнение полномочий государственных в сфере дошкольного образования и образования среднего. Есть и нерешенные, пока проблемы не скрывают депутаты. Приоритетные цели, на которые будут направлены дополнительные средства во время исполнения бюджета, парламентарии обозначили в более чем 20 протокольных записях. Впрочем, сегодня обсуждали не только бюджет. Принят закон, наделяющий муниципалитеты правом проводить кадастровую оценку объектов недвижимости, принадлежащих юридическим лицам. На данный момент это является очень актуальным, потому что в ноябре был принят закон, определяющий уплату налога на имущество. И, соответственно, сейчас очень необходимо провести актуализацию именно этой кадастровой стоимости. Но нужно отметить, что это право, а не обязанность муниципалитетов. При этом затраты на оценку будут нести именно муниципальные бюджеты. Также парламентарии одобрили нововведения, касающиеся непосредственно их самих. Областное законодательство привели в соответствие с федеральным. Если депутат Государственной Думы, член Совета Федерации, депутат законодательного собрания не представит своевременно отчет свой о доходах и расходах, то он может быть лишен депутатских полномочий. Этого в законах не было. И даже когда, скажем, где-то, может быть, не представляли, мы никаких мер принять не могли, кроме этических. Также теперь будут обязаны сообщать о расходах и депутаты местного уровня, причем и те, которые трудятся на непостоянной основе. Дарья Анфиногенова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.